Ну что ж, друзья, приветствую вас во второй части видео, посвященному мобильному крану 42009. И в этой части будет рассказано о том, что же находится внутри этой коробки. Не смотрите, что она перевернута, она просто еще запечатана. И чтобы мне было удобно, я ее поставил именно таким образом. Сейчас мы его вскроем. Опа! Опа! Вот так вот это делается. С этой стороны и с этой стороны. Коробочка, кстати, весит ни много ни мало, 4 килограмма плюс-минус. Вот. Собственно, открываем и смотрим, что у нее находится внутри. Коробка, кстати говоря, открывается стандартно для больших наборов LEGO техник прошлых годов. И сейчас мы с вами увидим, что же находится у нее внутри. Так, если мы, конечно, это увидим. Потому что я не... Может быть, я еще что-то где-то не открыл. А, наверное, она с той стороны открывается. Или нет. Честно, никогда не открывал таких больших коробок, поэтому извиняюсь за затуп. Признаться, думал, что будет как-то попроще. Так. А, нет. Все правильно. Она открывается с той стороны, судя по всему. А, нет, друзья мои. Вот как она открывается. Она открывается сбоку. Сбоку открывается. Вот оно что. И здесь уже начинают выпадать пакеты с деталями. Я об этом не знал. Предыдущие коробки открывались по-другому. По-другому открывались. Причем я открыл ее, кажется, с двух концов. Ну что ж, придется тогда высыпать все прямо сюда. И смотреть. Опа. Что же здесь такое? Ужас. Просто жесть, друзья мои. Ой, сейчас я избавлюсь с той коробки. И вот это вот все, что мы вывалили, это было внутри. Ой, сейчас я даже не знаю, как вам это показать. Здесь огромная куча всего. Просто огромная куча всего. Ну, конечно, новых деталей для меня здесь будет мало. Но, собственно, будем рассматривать, исходя из того, что есть. Вот из этой вот кучи. Во-первых, что сразу бросается в глаза? Это, конечно же, блок с инструкцией. Подчеркну, что, друзья мои, эта модель крана имеет явные отличия. Явные отличия от той модели, которую я наблюдал в обзорах. Дело в том, что инструкция здесь уже нового образца. Раньше инструкции были в шести книжечках. Сейчас все объедено в одну толстую вот такую вот книжку. Это явное отличие новой модели от старой версии. Не знаю, плюс или минус. Скорее всего, плюс, потому что у них производство этих инструкций улучшилось, печать улучшилась и, соответственно, все должно быть хорошо. Также здесь мы видим нашу нитку, наклейки, которых изрядное количество. И, собственно говоря, здесь же мы видим уникальную для меня деталь. Это ось на 32, которая, кстати, гнется. Она немножечко неровная. Хотя, может быть, мне кажется, она гнутая, кажется. Да, друзья мои, она немножко гнутая. Но я думаю, это не принципиально, потому что она будет проходить через всю конструкцию, я знаю. Поэтому, если что, можно всегда докупить. Так, пакетик пинов. Не помню, сколько их есть штук, но их очень много. Также дополнительно другие пины идут. Сейчас я настрою здесь фокус. Также здесь мы видим новые детали. Вот эта вот шестеренка красная. Это новый тип деталей. Таких раньше не было. Появились в 2013 году. Она легко скользит по оси, и это необходимо для выдвижных опор. Обычная шестеренка на 8 зубов, только легко скользящая. Так, здесь новые также для меня детали вот эти вот. Я их раньше не видел. Хотя они были раньше, но мне они не попадались. Также вот эти зубчатые накладки мне раньше тоже не попадались. Это необходимо будет для нашей стрелы. Пакетик, кстати говоря, все пронумерованы. Это необходимо для секционной сборки модульной. Ну, собственно, вот здесь также есть бимы какие-то. Также какие-то пины. Далее пакет с рамками, крышками, дисками накладочными. Шестернями, собственно говоря. Очень приятно все хрустит, друзья мои. Это как раз то самое чувство, о котором я говорил. Это невозможно описать, когда открываешь новый набор леготехник. Также вот такие детали. Тонкие планки. Не знаю для чего пока, будем разбираться. Вот, пакет номер 2. Вот такая вот шина. Это только одно колесо будет, друзья мои. Очень жесткая. Приятная такая, тверденькая. Поэтому проседать не будет. Вот так будут выглядеть два колеса. Так, здесь что? Шестерни, оси. Да, лучше всего, короче. Бимы серые для нашей рамы. Какие-то еще оси. Ну, собственно, ничего особенного. Стандартные наши детали. И все это 2606 деталей, друзья мои. Так, еще какие-то детали мотора. Вижу поршни. Так, вижу тонкие планки. Ну, собственно, тонких планок здесь немало просто. Следующий пакет. Это цилиндры нашего мотора. Здесь рамка, носилки так называемые. Пакет с пинами. Ну, собственно, ничего тоже особенного. Так, еще несколько покрышек здесь лежит. Это три штуки. Отставим в сторону. Так, страховочная шестерня белая сразу вижу. Желтые тонкие планки. Червяки, кажется, были. Или не было. Нет, вроде не было. Ну, ничего страшного. Вот такие вот детали. Конечно же, знаменитый батарейный блок. Такой же, как и на краулер-кране 42042. Куча мелких шестерен, всяких трубочек, коннекторов. Желтых проставок полубушей. Ну, собственно, как-то так. Так. Опять же, цилиндры мотора. Непонятно, почему-то в другом пакете носилки. А, нет, это тот же самый, наверное, пакет. А может и нет, может еще такой, не помню. Наши диски. Первый пакет с нашими дисками. Также мелкий актуатор здесь вижу. Зубчатые рейки. Ну, по мелочи, так. Вот это что такое, непонятно. Тоже диски. Такой же, я думаю, пакет. Один в один, их два. Так, еще некоторые шины. Кстати говоря, слышал информацию, что LEGO на самом деле является крупнейшим производителем шин. Никакие там Michelin и ECOGAMы вообще даже близко с ними не стоят. Вот. Так, еще BIM для нашей рамы. Ничего удивительного. Тонкие, опять же, детали, планки. Вижу карданный вал. Вот он. Или это не карданный вал. Ну, собственно, карданных валов здесь несколько штук, это точно. Поэтому где-то они точно есть. Куча всяких таких мелких деталей, осей, пинов, шестеренок. О, так. Здесь уже панельки для нашей стрелы. Черные такие техно-балки старого образца. Раньше использовались LEGO техниками на такие. Вот. Также пакет с новыми панелями для стрелы. Балки. Ой. Мы подходим потихонечку к концу. Так, вижу здесь поворотный стол старого образца, не новый, потому что это 2013 год. Нового образца сюда, конечно, поворотный стол не положили. Но ничего страшного. Вижу также две рамки для нашей башни. Муфту старого образца вижу. Значит, здесь используется старая коробка еще. Ну, ничего страшного. Она тоже пригодится. Так. Еще пакет с шестернями для коробок передач. С такими сферами шестернами. Некоторыми бимами. Ну, собственно, ничего особенного. Тоже. Опа. И давайте закончим на этом. Здесь используется также в пакете вижу BIM на 5 юнитов. Вот такие специальные коннекторы для углового соединения. Ну, собственно, ничего особенного. Также вижу еще одну муфту переключения. Клатч, так называемый. И, собственно, конечно же, наш L-мотор, который у нас пакетский, запечатанный, чтобы он не повредился. Для чего их запечатывает пакет? Потому что воздух, который там находится, по уверениям Lego, защищает наши детали от повреждений. Вот, друзья мои. И в результате всего этого образовалась вот такая куча мала размером 2606 деталей. Колоссальное количество. И вот это все мне придется сейчас собрать в мобильный кран 2. Все, друзья. На этом я заканчиваю. С вами был Фил. Если кому интересен результат, подписываемся на канал, ставим лайки. И ждем видео с собранным краном мобильным второй версии. Все. Всем пока. До встречи.